Раньше все было по-другому. Такой ностальгический вздох уже вошел в привычку у многих, обсуждающих современную прессу и ставящих почему-то в пример прессу советскую. Оставил в стороне вопрос о ее объективности. Преимущественно в СССР говорили о том, как хорошо в стране советской жить, и допускали спор исключительно хорошего с лучшим. Собран самый высокий урожай зерна и хлопка за всю историю нашей страны. Выдающихся успехов добились советская наука и техника. Устав от бескрайней целины и тонкостей работы фабричных станков, в 90-е годы газеты радостно окунулись в обсуждение скандалов. Любовь к броским заголовкам жива и поныне. Тысячи людей в интернете обсуждают их. Самые яркие становятся хитами и вспоминаются не по одному году. Да, пожалуйста, что из лучшего. Житель Рязанской области соблазнил 27 окуней. Вопросы о первой леди. Ловил на крюк. Из канализации жилых домов в Кораблино извлекли труп кошки, банное полотенце, чайная ситечка и говяжью ногу. В связи с массовым нырянием в Рязанской области появляется угроза цунами. Ты что, серьезно? Большая часть современных СМИ охотно использует интерес людей к моментам скандальным, просматривая потенциального зрителя как существо примитивное с кругозором утки. На экранах реалити и ток-шоу. Тут как в шутке про хорошую деревенскую свадьбу. Без драки и праздник не в радость. Эфирное время дорого, к делу переходят без лишних предисловий. На фоне таких программ лучше понимаешь слова Антуана де Сент-Экзюпери. Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. В последнее время есть повод говорить о появлении телевидения другого формата – выхода на новый уровень. В качестве примера можно назвать программу «Не верю» на канале «Спас». Уважительная дискуссия умных, эрудированных собеседников, пусть и не всегда их убеждения схожи, то, чего так долго не хватало зрителю. Нет слезы здесь, которая была бы пролита и не была бы Христом неотерта в вечности. Если этого нет, то жизнь для меня смысла не обретает. Вы видите, просто у нас разные восприятия. Форма такой беседы оказалась востребованной. Сам разговор обсуждаемым. И Владимира Познера пригласили поговорить о вопросах, связанных с верой и неверием, уже с главой синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимиром Легойдой в студию канала «Дождь». Правда, тут дискуссия получилась не совсем той по настроению. Владимир Легойдой, кстати, выступает в качестве телеведущего на канале «Спас». И давно известный жанр интервью-портрета приобретает новое звучание. Само название программы отображает ее суть. «Порсуна» от «Искаженного персона» – так называли русские портреты в 17 веке. Но между портретом и «Порсуной» есть разница. Первые «Порсуны» были схожи по манере с произведениями иконописи. Так и здесь. Уважение к собеседнику, отношение к нему как к созданию по образу и подобию, а не как к объекту со снимка на обложке очередного желтого издания. Хотелось бы, может быть, когда-нибудь снять фильм на евангельскую тему? Да. Но это очень сложно. Возможно, именно интервью станет главным жанром сейчас, несмотря на то, что люди привыкли к коротким формам, и кому-то уже сложно посмотреть видео дольше 15 секунд. Но по-прежнему у человека сохраняется интерес к человеку, как тот или иной знакомый нам представитель шоу-бизнеса, власти или церкви стал тем, кем он стал, что повлияло на него, каким он был в детстве, что ценит сейчас, о чем мечтал и почему сделал тот или иной выбор. Эти вопросы ставят перед собеседниками и наш канал в программе «О чем вы думаете?». Почему-то все время я помнил, что Новый год – это света нет. Это печь, я топил печку, это мне доверяли. Вот, помогал маме убраться в доме, мама готовила много вкусной еды, и мы ждали отца, потому что отец работал в милиции, бывало часто так, что на Новый год его просто не было дома. Вот, когда он приезжал, мы его ждали, все, и вот все садились за стол, там при свечах уже, или не свечи были, а такая лампа с керосином внутрь заливается, поджигается и фитиль ставится. Вот такие лампы у нас были. Вот, при этих лампах ели. Это, наверное, было самое счастливое время в жизни. Судя по реакции зрителей, а те же программы канала «Спас» набирают десятки тысяч просмотров, интерес к такому формату есть. Ведь не скандалом единым жив зритель. И когда автор материала относится к собеседнику и аудиторию с уважением, люди отвечают тем же. Спасибо, Максим.